Здравствуйте друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays, раздел Top Secret, видео не для всех, видео для моих клиентов и людей из специального списка. Сегодня мы поговорим про страхование вашего имущества, про то, как подстелить соломки и вообще про ситуацию с грабежами, воровством и всем прочим. Америка такая же страна, как и все остальные, и здесь shit happens тоже бывает. В том числе у меня. Оказалось, что мой гараж представляет определенный интерес, я снимаю гаражик недалеко от моих апартаментов буквально через дорогу 50 долларов в месяц и сами владельцы апартаментов, как правило, не несут ответственности за такие вот гаражи, за имущество, которое у них хранится. Поэтому, когда вы подписываете контракт на аренду помещений, вам настоятельно рекомендуют самостоятельно застраховать свое имущество. Большинство людей, которые приезжают из России, игнорируют такие рекомендации и, между прочим, даже зря. Потому что по расходам это получается очень мало, если подойти к этому грамотно. Если вы в правильной страховой компании страхуете свою машину, то вы можете, доплачивая приблизительно 8-9 долларов в месяц, застраховать свое имущество, которое находится в ваших апартаментах, в вашем гараже, на сумму 25-30 тысяч долларов. Что это означает? То есть, если у вас возникает какая-то коллизия, пожар, стихийное бедствие, торнадо, грабеж, все что угодно абсолютно в ваших апартаментах и, соответственно, в вашем гараже, страховая компания вам возмещает ваши убытки. Единственный нюанс, который тоже надо учитывать, это сумма deductible. То есть, к примеру, если у вас ущерба на сумму меньше, чем 500 долларов, то в этом случае страховая компания, конечно, вам ничего не выплачивает. А вот если у вас сумма превышает 500 долларов, например, 520 долларов или 600 долларов, то вот в этом случае вы уже высылаете лист своих, скажем так, потерянных, украденных вещей и, соответственно, уже начинается у вас разговор с страховой компании. Буквально вот вчера я получил чек. Компания Safeco прислал мне чек на 4 тысячи долларов. Долго у меня с ним получилось бодание, потому что это был мой первый такой негативный опыт. И получилось так, что эту страховку я оформил отдельно от страхования машины. На тот момент у меня была достаточно, как я считал, хорошая страховка на машину, а имущество решился страховать отдельно, потому что та фирма, которая страховала мою машину, не предлагала опцию на страхование. И мне пришлось платить за страховку 45 долларов в месяц. Это чудовищная сумма. Я буквально застраховал свое имущество и буквально там через пару недель у меня был скрыт гараж. В качестве доказательной базы о том, что у вас находится в вашем собственном имуществе, подходит абсолютно все. Вы можете сфотографировать свои вещи, вы можете сохранить фирменные наклейки, тетки, даже просто их можете отсканировать и положить к себе куда-нибудь там на компьютер, на файлообменник, чтобы всегда у вас они были в наличии. То есть любые пруфы, любые подтверждения о том, что вы владеете этим имуществом. И где-то с ноября месяца по конец февраля у меня с этой компанией шли долгие терки. Надо сказать, что у меня еще была вторая страховка. Я уже вторую страховку сделал от компании State Farm. Я там страховал свою машину и та компания достаточно быстро и лояльно среагировала, она оказалась более порядочной и тоже мне прислала компенсационный чек на 500 долларов. Так что если все это делать грамотно, вы можете полностью безопасить себе и свое имущество от таких неприятных моментов. Что необходимо сделать, если вы обнаружили факт грабежа вашего имущества? Вы вызываете в обязательном порядке полицию. Звоните по 911. Приезжает полиция. Если вы сами разговариваете с ней не можете не хватать знания английского языка, вы всегда можете попросить онлайн-переводчика и, соответственно, полиция вам обязана его предоставить. После этого у вас приезжает группа криминалистов, делают полицейский репорт. Вам обязательно должны дать номер этого репорта. Вы должны его сохранить. Я не знаю, как в других штатах происходит с копиями полицейских репортов, но у нас необходимо будет, чтобы получить на руки бумажную версию и бумажную копию этого репорта, подъехать в центральный офис полицейский, заплатить 10 долларов за копию этого репорта и получить на руки распечатку. Необходимо убедиться, что все имущество, которое вы декларируете как потерянное, были в этот репорт занесены. Поэтому, когда будете составлять репорт, и если офицер торопится, вы можете попросить пустой бланк с тем, чтобы самостоятельно этот репорт заполнить, обязательно сфотографируйте хотя бы на телефон, чтобы избежать нюансов с тем, что ваша копия этого бумажного репорта потеряется. Вы всегда имеете фотографический снимок, даже на телефон вы можете это щелкнуть. И, соответственно, если вдруг в центральном офисе в компьютерах весь лист потерянных вещей и украденных не будет внесен, вы всегда можете показать его распечатку и дополнить, соответственно, уже потом. То есть можно не торопиться, можно все это сделать в течение нескольких дней. И дальше вы связываетесь незамедлительно со страховой компанией, открываете клейм, высылаете список своих вещей, указываете стоимость этих вещей, указываете состояние этих вещей. Кстати говоря, рекомендуется указывать те вещи, которые реально дорогие, на них концентрироваться, потому что на дешевые вещи или которые находятся в плохом состоянии, естественно, там будет очень серьезная скидка по стоимости и вам не возместят в полном объеме. И дальше у вас идут взаимоотношения, что страховая компания на вас проверяет на предмет, а не мошенник ли вы. И если все окон, то, соответственно, спустя какое-то время вы получаете вот такой вот замечательный чек. Четы на большую сумму я рекомендую ввести лично в банк, потому что если вы будете их засовывать в банкомат или проводить через мобильное приложение, если у вас чек на сумму свыше 1000 долларов, будут определенные проблемы. Поэтому я вам рекомендую с таким чеком ехать лично в банк и через банк Тейлера, это, ну, кассир, скажем так, проводить его уже на ваш счет. Ну, собственно говоря, все. Все примитивно и просто. Для тех, кто знает эти правила игры. Те, кто, естественно, собирается в омах, я, естественно, помогу со страховкой машины в правильной страховой компании, соответственно, дам рекомендации не скупиться и застраховать еще свое имущество. Потому что всякое может быть. И нет причин переживать. Да, вполне вероятно, что есть небольшой процент вероятности, что и ваше имущество может каким-то образом подстрадать от чего угодно. Но, если вы не жадный человек, а умный человек и платите всего лишь 8 долларов в месяц, застраховать свои вещи на 25 тысяч долларов, я считаю, что это будет весьма-весьма умным ходом. Вот. Вот такую информацию я хотел донести до своих специальных зрителей и своих клиентов. Вот. И я продолжу снимать эту серию. Видео не для всех. Топ секрет. И прошу репосты на эти видео не делать. Потому что я не хочу, чтобы эта информация шла в паблик. Потому что совсем не обязательно, чтобы все про нее знали. Всем хорошего дня и ждем вас в Америке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok